Привет, друзья! Сегодня хотел бы поговорить о турбокомпрессорах. Как они устроены, как они работают, каким образом они позволяют поднять мощность двигателя и из каких деталей состоят. Для начала нам нужно понять, как двигатель вырабатывает крутящий момент и от чего зависит его величина. В процессе сжигания топлива образуется давление на поршень, которое передается через шатун на коленвал. Тем самым на коленвале у нас возникает крутящий момент. Так вот, чем больше давление с поршня передается на коленвал, тем больше крутящий момент. Но, чтобы нам создать большее давление на поршни, нам нужно сжечь больше топлива. А чтобы сжечь больше топлива, нам нужно больше окислителя. В обычном двигателе этим окислителем выступает воздух. Точнее, кислород, который содержится в этом воздухе. Таким образом, оказывается, что не проблема подать больше топлива в двигатель. Проблема подать больше окислителя в двигатель, чтобы это топливо сжечь. Итак, рассмотрим, какие же способы существуют для увеличения крутящего момента двигателя. В зависимости от оборотов и крутящего момента мы будем получать определенную мощность. Какие же есть пути для увеличения крутящего момента? Для начала нам нужно определиться с таким понятием, как цикловое наполнение. Цикловое наполнение – это количество воздуха, которое поступило в двигатель за один цикл. Соответственно, чем больше поступило воздуха, тем больше мы можем подать топлива, тем больше мы создадим давление на поршень, и тем больше у нас будет крутящий момент. Это очень важно. От этого и будем мы отталкиваться в нашем вопросе увеличения крутящего момента двигателя. Первый способ – это увеличение объема двигателя. Делаем больше цилиндров, больше объем каждого цилиндра, и таким образом мы получим, что за один такт этот двигатель сможет потребить больше воздуха, чем двигатель меньшего объема. Этим способом пользуются производители, но он не лишен и недостатков. Двигатель становится тяжелее, более материалоемким, сложнее в производстве, сложнее в обслуживании. Поэтому получается, что без необходимости производители не спешат увеличивать объем двигателя. Скорее наоборот. Сейчас идет тенденция на уменьшение объема двигателя, но с сохранением крутящего момента. Второй способ, который я могу рассмотреть, это работа с механизмом ГРМ и впускным трактом. Чем длиннее раннер впускного ресивера, тем на более низких оборотах он будет эффективно наполнять цилиндр воздухом. Чем короче, тем на более высоких оборотах. Производители пришли впускным ресивером с изменяемой геометрией, где на низких оборотах у нас работает длинный канал, а на высоких оборотах работает короткий канал. Также мы можем влиять на цикловое наполнение фазами газораспределения. Выбирая тот или иной распредвал, мы сможем смещать характеристику кривой момента вправо или влево. А если у нас используется еще дополнительно фаза вращателей, то мы можем оптимизировать это и получить более широкую полку момента. Многие производители уже используют фазы вращателей и на впускном валу, и на выпускном, тем самым получая все более широкую полку момента. Некоторые производители используют систему изменения подъема высоты клапанов. Таким образом, мы тоже можем получить на высоких оборотах при более высоком подъеме лучше наполнения. Если мы рассмотрим доработку штатного двигателя с помощью впуска и распредвалов, то можно получить прибавку порядка 50-60%. Третий способ заключается в увеличении плотности воздуха во впускном тракте. Тем самым мы имеем больше молекул кислорода на единицу объема. Этот метод также увеличит цикловое наполнение. Причем в этом случае мы можем получить прирост крутящего момента 100-200%, а в некоторых случаях даже и больше. Все зависит от способности двигателя выдерживать такие нагрузки, как тепловые, так и механические. Так что же у нас влияет на плотность воздуха во впускном тракте? Это два параметра. Первое это его давление, а второе это температура воздуха. Поговорим о температуре. Возможно, вы замечали, что ваш автомобиль едет немножечко бодрее, когда на улице холодно. Скажем, в нулевую температуру или немножко минусовую машина себя ведет несколько динамичнее, чем в жару 35-40 градусов. Это все от того, что температура непосредственно влияет на плотность воздуха. 10 градусов Цельсия дают 2,5% по массе. Если мы имеем разницу в 40 градусов Цельсия, то можно ожидать прирост или потерю порядка 10% крутящего момента. Но я не видел, чтобы на атмосферных двигателях кто-то ставил холодильник себе на впуск. Все-таки прирост 10% не стоит того, чтобы заморачиваться с каким-то охлаждением на впуске. А теперь рассмотрим процесс изменения плотности воздуха с помощью сжатия. При сжатии мы получаем опять два эффекта. Первый эффект это увеличение плотности воздуха. Второй эффект это нагрев воздуха. Чтобы получить из этого максимум нагретый воздух или сжатый воздух, нам требуется охладить. Так вот, турбокомпрессор занимается сжатием воздуха. Он использует энергию выхлопных газов, чтобы сжать воздух и подать его во впускную систему автомобиля. Чему же он называется турбокомпрессор? Турбокомпрессор. В простонародье его все называют турбина, но это все-таки турбокомпрессор. Называется он так потому, что у него есть две части. Это турбинная часть и компрессорная часть. Поэтому и название составное турбокомпрессор. Итак, выхлопной газ, попадая на лопатки турбинного колеса, раскручивает вал. На противоположном конце которого находится компрессорное колесо, которое захватывает воздух и сжимает, подавая в систему впуска двигателя. Перейдем теперь к турбине. В качестве образца у меня турбина от BMW N63 B44. Данный турбокомпрессор можно найти на сайтах объявлений по весьма демократичной цене. С разборок их продается просто вагон. И он идеален для примера. Турбокомпрессор достаточно современный. На эту кроху приходится 2,2 литра объема двигателя и его номинальная мощность 200 лошадиных сил. Турбина состоит из трех основных частей. Это холодный корпус, картридж и горячий корпус. Рассмотрим по порядку с холодного корпуса. Холодный корпус, он же корпус компрессора, служит домиком для нашего компрессорного колеса. Он имеет инлет и аутлет. Инлет захватывает воздух, а из аутлета у нас выходит уже сжатый воздух. Также на конкретно этом хаузинге у нас расположен клапан байпас. Клапан байпас нужен для того, что когда мы закрываем дроссель, вал турбины продолжает вращаться по инерции. В воздуху некуда уходить и он начинает вырываться обратно в инлет через колесо компрессора. Возникает характерный звук. Если турбина будет работать продолжительно в таком режиме, скорее всего ее подшипники не выдержат такого издевательства и просто турбина развалится. Появится огромный люфт и возможно даже касание крыльчатки за корпус. Некоторые модели могут быть оснащены антисуржем. На данном экземпляре его нет, но вообще это выглядит как прорезь чуть ниже начала крыльчатки и компрессора. Рабочая карта компрессора расширяется в зону низких расходов воздуха и высоких давлений. Картридж это средняя часть, в которой закреплен вал турбокомпрессора, который содержит подшипники его, систему смазки, систему охлаждения. Подшипники бывают двух видов. Тулочные, это самые дешевые подшипники, которые довольно крепкие, которые позволяют использовать различные отстрелы, лаунчи и которые с большой вероятностью выживут. И шариковые подшипники, которые используются в основном в тюнинг-турбинах для улучшения спула. То, что я нашел, позволяет выиграть порядка 200-300 оборотов на шариках. Классический картридж имеет 4 отверстия. Подача масла, слив масла и система охлаждения. Бывают картриджи без охлаждения антифризом. В таких картриджах масло выполняет роль и смазывания, и охлаждения. Ничего страшного в этом нет. Если производитель сделал расчет и этого должно хватать на заданную мощность и температуру, это все должно также хорошо работать. Но в большинстве современных бензиновых машинах я встречаю турбины с охлаждением антифризом. На турбинах с шариковыми подшипниками обычно требуется ограничение подачи масла, так как большого количества масла им не требуется. На втулочных такого нет, потому что ограничителем подачи масла является сам зазор между втулкой и валом. Горячий корпус, корпус турбины, он же просто горячка, выполняется из жаропрочных сталей. Он предназначен для того, чтобы выдерживать очень высокие температуры, не трескаться и отходить свой гарантийный срок. На корпусе с горячей стороны, так же как и на корпусе холодной, есть два у нас больших отверстия. Это инлет и аутлет. Ну, вход и выход. Корпус также оснащен клапан Визгейт. Все штатные автомобили имеют этот клапан, который встроен прямо в корпус турбины. Тюнинги в большинстве своем предпочитают использовать внешний Визгейт. Но, если бы были турбины с встроенным Визгейтом, не вижу причин его не использовать. Он отлично работает и не доставляет практически никаких проблем. Визгейт у нас участвует в регулировании давления надува. То есть, какое давление мы подаем во впускную систему автомобиля. Визгейт приводится в действие приводом актуатора. Данный экземпляр у меня вакуумный. То есть, он работает от вакуума и является нормально открытым. Чтобы он закрылся, здесь нужно подать вакуум. Тогда шток затянет и закроет калитку. Актуаторы бывают трех видов. Вакуумные, электрические и мембранные. Мембранные работают от давления. Мембранные это вообще, мне кажется, самый первый тип этих актуаторов. И самый простой, наверное, в управлении. Но не самый лучший. Мембранные работают следующим образом. Его камера подключается к впускной системе. При достижении давления надува, в камере создается такое же давление, которое преодолевает действие пружины, которая его пытается закрыть. И шток актуатора выходит. У нас приоткрывается вес гейт. И часть выхлопных газов у нас уходит мимо турбинного колеса. Турбокомпрессор стабилизируется на определенном давлении надува. Если на мембранном актуаторе мы хотим получить больше давления надува, чем напрямую подключенный актуатор нам позволяет, то нам, соответственно, нужно поставить какой-то клапан, который стравливал бы часть воздуха из впуска, не доводил бы его полностью до актуатора. Таким образом мы сможем повысить давление надува. Общепринято считать, что на мембранных актуаторах можно поднять давление надува порядка в два раза выше, чем напрямую подключенный актуатор. Вакуумный актуатор работает по другому принципу. Для его работы требуется вакуум в системе. Если его не будет, то дисгейт или калитка будет открыта, и турбина не будет создавать давление. Чтобы нам получить давление от турбины, мы должны приложить вакуум к вакуумному актуатору, тогда у нас шток закроется, и мы будем получать повышение давления. Насколько большое давление можно создавать вакуумным актуатором, я затрудняюсь сказать, потому что экспериментов я с ним никогда не проводил, и не встречал, чтобы кто-то из любителей тюнинга заморачивался с этими вакуумными актуаторами. Потому что обычно в автомобиле с вакуумным актуатором стоит или отдельно вакуумный насос, или его нужно ставить, если хочется заморочиться по тюнингу с этим актуатором. Обычно используют или обычные мембранные, а если это мало, то меняют просто пружину на более жесткую. Так вот, один еще из минусов мембранного актуатора, это минимальный наддув. Если мы поставим пружину на 0,5 бар, то на полном дросселе мы не сможем получить давление меньше, чем 0,5 бар. На вакуумном же это возможно. Еще один вид актуаторов, это электрический. Они довольно массово используются последние 10 лет в современных автомобилях. Тот же Volkswagen Group или BMW используют электрические уже актуаторы на своих турбокомпрессорах. Электрический актуатор позволяет получить полный контроль над турбокомпрессором. Мы можем открыть калитку, можем закрыть калитку. Управляет этим напрямую блок управления двигателем. И в зависимости от того, что нам требуется, мы можем получить в принципе любое давление и не зависеть от каких-либо пружин в актуаторе. Горячие корпуса бывают как с одним каналом, так называемый сингл скролл. В данном случае у меня N63B44 имеет сингл скролл. Так и бывают твин скрольные. Это уже, допустим, мотор S63B44. То есть горячая часть, горячий корпус турбины разделен на две половины. Одна часть цилиндров подает в одну половину, вторая в другую. И они чередуются между собой. Эти потоки разделены практически до колеса турбины и соединяются непосредственно перед выходом на турбинное колесо. Разделение потоков и уменьшение щели на турбинном колесе позволяет нам улучшить спул. Из-за того, что площадь сечения каждого колеса в два раза меньше, чем на сингл скролле. В сумме они одинаковы, то есть по мощности мы не теряем ничего, но по отдельности они в два раза меньше. Твин скролл позволяет выиграть порядка 400-600 оборотов с пуле турбины. Это очень хорошая добавка, но единственный минус у сингл скролла это более сложный выпускной коллектор. Если на автомобильном производстве это не доставляет больших хлопот, то в среде тюнинга далеко не каждый готов заморачиваться на твин скролле выпускной коллектор. Подводя итог, как же работает турбонадув? Турбина использует энергию выхлопных газов, которые до этого вылетали просто в трубу. С помощью этой энергии она сжимает воздух для подачи в двигатель. Тем самым мы увеличиваем плотность воздуха в выпускном тракте. С помощью увеличенной плотности мы увеличиваем наше цикловое наполнение. А при увеличении циклового наполнения мы можем подать больше топлива и больше его сжечь. Получим тем самым больше крутящий момент. Так вот, тюнинг с помощью турбокомпрессоров позволяет увеличить мощность до каких-то фантастических цифр. Сжимая воздух и охлаждая его, мы можем увеличивать мощность нашего двигателя до предела механической прочности и способности отводить тепло. Это просто фантастический способ увеличить мощность своего двигателя. Итак, если тебе было интересно узнать про турбокомпрессор, то в следующей серии я собираюсь рассказать почему же производители не делают универсальную турбину на все автомобили. Например, сделали одну турбину, поставили и получили диапазон мощности от 100 до 300 лошадиных сил или до 500 лошадиных сил. А может быть, одну турбину на все вообще автомобили и на грузовики, и на легковые. Почему так не делают? Вот об этом я хочу поговорить в следующем видео. Спасибо за просмотр. Пиши в свой комментарий, что ты по этому поводу думаешь. Пока!